В Иванове завершился первый всероссийский фестиваль детского телевидения. Участники мероприятия собрались в одном зале в последний раз, для того, чтобы подвести итоги трехдневной работы. За это время ребята успели немало, запаслись на мастер-классах новыми знаниями об искусстве телевидения и попрактиковались в процессе творческих командировок. Трудно переоценить этот опыт, который они получат. Дело в том, что мы уже шагнули в эпоху экрана. Эпоха книги, к сожалению, ушла, а может быть не к сожалению. И сейчас этот язык им все обязаны овладеть. Я очень рад, что дети им начинают владеть, начинают пользоваться. За победу в фестивале боролись 29 детских телевизионных и анимационных студий. Большинство конкурсантов участвовало в фестивале заочно. Жюри сошлось во мнении, что детей очень сложно оценивать. Каждый видеоматериал сделан с душой. Репортажи, документальные фильмы, телепередачи открывают другой взгляд на мир. Во время обсуждения работ члены жюри пришли к интересному наблюдению. Есть передачи, которые уже выходят в эфир, а есть передачи, которые ребята делают и демонстрируют, может быть, только в своих школах или в своих кружках. И, конечно, здесь разница большая. Мы на это тоже делали скидку. Но, кстати, у тех ребят, которые не выходят в эфир, как правило, очень хорошие идеи, которые необходимо бы доработать, довести до конца и показывать большому экрану. Будущих корреспондентов и телеоператоров награждали в 11 номинациях. Спонсоры конкурса учредили немало специальных призов и подарков. Лучшим репортажем, который ребята сняли во время творческой командировки на заводе «Полет», стала работа студии «Кулшоу» из города Азов. Гран-при фестивалю увезли в Ульяновск воспитанники студии «Сказка за сказкой». Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ, Иваново. Для производства. Здесь вот у нас...